Всем привет, друзья, с вами Влад, мы продолжаем седьмую главу в Shadow Fight 3 и продолжаем на невозможном, сейчас только снимем с себя вот это и продолжим. Окей, нам нужно направиться к тени, Джет хочет нам организовать встречу с тенью, очень все жестко, очень все круто, я записываю подряд, подряд, потому что я прям, я зарядился, я зарядился ожиданием и хочу проходить. Та башня, которую ты видел, ускоритель теневых частиц, тень готовит очищение мира от теневой энергии, но это может означать только уничтожение, расщепление одной единственной теневой частицы высвобождает колоссальный заряд. Чтобы забрать прототип ядра ускорителя, тень напал на купол, последствия ты видишь вокруг, пространственно-временное искажение. Здесь погибло много людей и разумных ботов, в том числе и мой отряд, аномалия продолжает копировать их. Отбейся от ботов-разведчиков. Окей. Вот, вот это уже музончик, который да, который да. Он, кстати, в тизере играл на одной из локаций, там где, короче, завод. Но, капец. О, он скота... А, да, мне ж нужно это. Я сначала не понял, где моя одежда. Все, я понял, мне ж надо диалог прочитать. Кстати, кто там? Кто там на этих... На этих штуках? Кто там эти люди? Там Линк? Или кто? Фига он этими катарами махает? Вообще красиво, ты посмотри. Там Линк, вы видели? Вот этот кузнец. Так, хорошо. По-моему, это он, если я не ошибаюсь. Или Акада, что-то такое. Так, окей. Мне горько их видеть. Давай покончим с ними и пойдем дальше. Очень, очень, очень информативно, Иту. Очень информативно ты мне сейчас ляпнул. Было классно. Было хорошо. Ты молодец. Поехали. Поехали набивать людям морду. Сейчас кто-то скажет, да вот, Влад, ты бы переодевался лучше монтажом, там, как-то обрезал. Не, ребят, неинтересно, неинтересно. Хочу, чтобы все было, как бы, почти как в реал тайме, поэтому, вот. Поэтому иногда придется видеть, как мой чел подвис, такой, стоит, такой, как статуэтка. Окей. Теневое вмешательство. Проверка на выносливость. Так, ну, тень, конечно, наворотил, тут дело нормально прям. Ох, водопад, ну, водопад тоже как живой, ну, ты глянь, офигеть. Окей, поехали. Это выживание? Подожди. Проверка на выносливость. Я с такой еще не сталкивался, это надо выжить, я понял. Будем выносливо себя чувствовать, наверное. Да, ему ничего не отнимается, все, я понял. Тут надо продержаться время. Катары хороши. Катары прям сочные. Окей. Так, я падаю. Осталось чуть-чуть, 15 сек. Ну, нам, по сути, урон не наносится, как бы, что в этом костюме. Главное, в голову не пропустить какой-нибудь смачный такой блюхан. Отлично. Это победа? Да, это победа. Локация просто шедевр. Я не знаю, все локации офигенные здесь, которые вот в новой главе, все офигенные. У меня сейчас одна маленькая несостыковка. Должна быть еще какая-то новая локация, потому что есть еще два саундтрека, которые... Подожди. Саундтреки... Есть еще один саундтрек какой-то локации. Там еще, типа, не скрипки, а какого-то такого, знаешь, какой-то гитары такой электронной. Что-то такое прям бахает там. Новый предмет, ребята, усмиритель. Отлично. Давайте его, кстати, наденем, посмотрим, как он будет работать. Очень хочу с ним поиграть. Весь этот теневой ад вокруг. Результат того, что тень во время атаки слегка задел пустую комнату. А ускоритель, как сотня пустых комнат наизнанку. Он меняет пространство и время не внутри себя, а снаружи, во всем мире. С помощью ускорителя тень пересоздаст мир. Но он почему-то медлит. Ускоритель готов, значит, тени не хватает чего-то еще. Я не знаю, сколько у нас времени, и нам срочно нужна пустая комната. Я спрошу ее, как свергнуть этого невменяемого фанатика. Так, хорошо. Давайте напялим новую пуху. Новую пуху. Мне понравилось. Мне понравилось, что она мне выпала. Так, у нее там мощь гораздо слабже. Гораздо меньше. Вот. Усмиритель. На него нет способностей. Окей, на него есть способности. На него нет спецприема, да? Или... Ну да, на него нет еще ничего. Давайте так. Ох, вот это да! Вот это кросс! Вот это кросс, ребята! Прям класс! Так, хорошо. Кросс прям класс! Невозможно! Давайте тогда сделаем так. Оденем и новый предмет династии. Посмотрим, что он из себя вообще представляет. Где-то тут он был. Вот он. Принц пустошей. Хорошо. Ох, как выглядит, а! Спринт. Спринт. Ладно, фикс с этим спринтом. Давайте оденем, в общем, крутящий момент. Крутящий момент. И... 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 И вот это тоже можно, в принципе, одеть. Хорош, да? Прям класс! На эпический... На эпический... Да даже на легендарный этот костюм спокойно смахивает. У династии всегда красиво все было в плане костюмов. Это прям топ. Так. А, мне же надо диалог будет прочитать. Угу. Или я уже его прочитал? Я не помню. Ладно. Сейчас посмотрим. Может я огребу? Фиг знает. Давай. Начинай, пожалуйста. Блин, вон он классный. Вот классный все же этот щит. Мне прям нравится. Я не сказал тебе главного. Об этом тяжело говорить. Понимаешь? Это был я. Я лично отдал тени прототип ядра ускорителя. Мне нет прощения. Но что я должен был делать, скажи. Я хотел остановить кровопролитие. Я был в отчаянии. Было ясно, что прототип нужен тени для каких-то темных целей. Но пока оставался шанс спасти хотя бы кого-то. Стой. Тихо. Кто там? Победи отражение ИТУ. Отражение? Чувак. Успокой свое отражение сам, пожалуйста. Я как бы не против, но... Неужели ты сам с ним не справишься? Со своим отражением? Ладно. Отражение. Ничего так у тебя отражение, чувак. Так, давай ты мне накидаешь. Во, хорошо. Отлично. Ты видел, как он меня засандалил? Смотри, там вышка разрушилась. Ты видел это? Ты видел сейчас что там? Бах! Так. Смотри. Смотри. Так, здесь уже будет сложно. Я сейчас, пожалуй, приодену свой тот костюм. Нет, наверное, с этим костюмом я, наверное, его уничтожу. Давайте сделаем другим образом. Давайте сейчас попробуем его пройти. После диалога, конечно же. Как будто моего позора было недостаточно. Мои собственные копии нападают на нас. Это место помнит все. Каждую мою ошибку. Каждую твою ошибку. Тогда знаешь, чтобы я сейчас не допустил ошибку, одену-ка я шлем... Шлем... Хотя бы вот этот. Хотя бы вот этот. Чтобы да. Чтобы было да. Понимаете? Потому что, в принципе, может быть и нет. Поэтому вот так мы сходим. А так мне нравится. Классно. Вот это оружие новое. Не до конца, пока я понял, как оно называется. Булава вот эта. Или как эта штука называется? Не знаю. Моргенштерн. Это круто. С щитом. Так. Победи отражение ИТУ. Хорошо. Поехали. 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 Давай. В бой. Ох. 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 Чувствуете, да? Огонек этот. Прям класс. Вот та башня разрушилась вообще жестко. Это так эпично и красиво было. Так. Ну давайте начнем. Так. Смотри. Я мало отнимаю. Я понял. Окей. А. Это непрерывность. Смотри. Это можно... Это можно вот так пронести. Смотри. Сейчас. Вот так можно пронести, чувака. Подожди. Вот так проносишь и сразу атакуешь. Эпичная фигня. Слушай. Так. Смотри. Я медленно. Да? Ладно. Я понял. Это уже другой левел пошел, ребята. У ребят. Я все понял. Хорошо. 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 Да ну нафиг. Блин. Непрерывность что-то мне не сильно сейчас как бы спасает ситуацию. Я не знаю почему. Окей. Я понял. Этот чел уже будет жестеньким. Это. Это. Это да. Это да. Это прям реально жестко. Это прям. Это прям классно. Мне. Я. Я да. Я да. Угу. Это жесть. Так. Хорошо. Давай тогда напялим. Давай вот это. Вот это ты когда-нибудь видел такое? Это просто жестко. Ну меня наверное опять загнобят. Насколько ты силен. Да не насильно ты там силен. Поэтому давай мы с тобой напялим что-нибудь. Ну давай революцию наденем. Посмотрим как в революции мы затащим. Мне кажется тоже будет неплохо. А. Будет легко. Легко я не хочу. Легко это слишком легко. С тобой как будет. Тоже легко. Если будет хард. Во. Вот это уже норм. Ну смотри. Смотри как он крут. Как он стоит. Как он крут с щитом. В таком вот виде. Окей. Ну диалог мы с ним вроде прочитали. Все. Да. Да. Прочитали. Иту сказал что. Не может поверить в то что. Даже собственные боты. Агрятся на него. Собственные. Понимаешь. Копии. Окей. Отражение. Поехали. Вот. Вот тут мы уже с тобой. Чувачок посражаемся. Я уверен. Да ну нафиг. Теневуха конечно меня сейчас не впечатлила. А вот у легендарных впечатлило бы. Но легендарных у меня сейчас нет. Так. Окей. Ты видел это да? Ты видел это? Он уже пускает змей. А смотри. Башня разрушается после второго. После первого раунда. Когда он меня накидывает. И уничтожает. И башня там сзади тоже бахает. В этот момент. Окей. Я понял. Но проносить этих чуваков прикольно. Вот таким образом. Вот так вот. Вот так. Нифига какой долгий замах. Ты серьезно? А ну он вытягивается. Да кстати. Наконец то легиону сделали вытягивающееся оружие. Да? Окей. Легион дождался вытяжное оружие. Не прошло и года. Окей. Так хорошо. Трэш. Да? Трэш. Давай. А что будет после этого раунда? Еще что-то бахнет? Нет? Нет. Ничего больше не бахает. Только одна башня взорвалась. Смотри. Фух. Трэш. Отражение Ито. Так. Вот так его проносишь и начинаешь накидывать. Классная тема. Блин. Ну очень штука крутая. Смотри. Он щитом получается бьет. Еще и под непрерывностью. Проносит его. И делает классно потом. Смотри как это здорово. Прям топово. Для ивентов наверное прям самое оно будет. Мне прям понравилось. Здесь проносит нормально прям. Прям по красоте. Окей. Икспа. Хорошенько. Хорошенько. Хорошечно. Так. Интересно. А с побочного эффекта с этого ивента локация как-то связана будет с главой или нет? Ну наверняка что-то должно же быть такое. Пустая комната где-то здесь. Но она в режиме маскировки. Нам нужен Бола, чтобы открыть ее. Я имею ввиду настоящего Бола. Он жив еще что ли? Все Бола, которых ты встречал раньше, его клоны. Старик много прыгал во времени. Каждый прыжок создает клона. Побочный эффект. А побочный эффект у нас ивент уже есть. Бола живет неподалеку. В стабильном участке купола. Какие-то психи, мотыльки поклоняются ему. Ты сам все увидишь. Ему поклоняются... Вот эти вот маленькие букашки. Ладно. Я понял. Я понял. Но в тело я больше урона буду получать. Поэтому я пойду в таком виде. Я думаю меня быстро сейчас затащат. И я посмотрю диалог. Давай. Да, к новым механикам пока что сложно привыкать. Из-за того, что новое все. Пока что все новое. Нужно все проверять, все чекать, все самому испытывать на себе. Я бы не отказался сейчас от новых легендарок, конечно. Но за династию только Дирхорны. Капец. Давно не виделись мастер-бола. Это потомок тени. Он наконец вернулся. Прикажи своим культистам держаться в стороне. Да ну! Да ладно! Долго ты еще будешь водить ко мне туристов? Иду. И не начинай опять про потомка. Слушать смешно. Его не существует. Да ладно! Серьезно! Какого фига? Тот ребенок погиб еще до рождения вместе с его матерью Мэй. Все, что от него осталось теневой разум в сфере. Я это теневой разум в сфере? А теперь проваливаете вы оба. Мотыльки не любят посетителей. Я сейчас охерел. Бо... 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 Вы видели Боуа? Его как будто молнией поразило. Он... Он... Капец. Кто бы мог подумать? Мотылек. Он тоже голый. А че ты голый-то? Давай ты мне набросаешь, потом я тебя в таком же виде попробую победить. Ты же слабый, да, судя по всему? Да, действительно. А, то есть вот эта музыка четвертая. Она играет на этой локации. А, так это разные локации. Я немного спутал ее с той, где взрывается этот. Это разные локации две. Так, окей. Ну, я думаю, мы справимся с мотыльком. И в таком состоянии, без всяких одежд. Давайте попробуем это сделать. Пусть он меня затащит. Отлично. Я диалоги прочитаю. Мы с ним справимся и так. С этим усатеньким, светлокожим дяденькой. Это две разные локации. Представляете, как надо было так затупиться, чтобы это не понять. Но это да. Это я. Это бывает. Хорошо. Ты не поможешь нам, Боуа? Тебя это развлекает? Иту. Если я буду каждый раз отгонять от тебя обидчиков, разве ты научишься давать сдачи? Вот это он тебя, конечно, приложил сейчас. Иту. Ладно. Давай. Тут до босса остается чуть-чуть. Я хочу потом по бочкам посвятить серию, потому что, я так полагаю, после босса они двинутся в центр сам. И это будет плохо. Я все по бочке пропущу тогда. Останови агрессивного мотылька. Невозможно. Я понял. Поехали. Попробую в этом костюме его затащить. В бескостюмном виде, скажем так. Попробую затащить его. Надеюсь, получится. Мотылек. Как-то нестандартно я прохожу игру, но это интересно, когда так ты проходишь. Это очень интересно. Очень, очень интересно, ребята. Вы видели, да? Ладно. Нормально сейчас меня так набросали. Что я аж потерялся. Так, окей. Давай попробуем попроносить его понизу. Да нифига ты крутой. Ты что, дурак что ли, а? А, ну все. Подожди, ладно. Я тебя понял. Сливай меня. Я тебя понял. Ты сильный. У тебя же мега нунчи. Что я придумал? Что я придумал? Сейчас, сейчас ты поймешь, что я придумал. Сейчас ты все поймешь. Сейчас ты многое можешь понять. Я ничего не понял, что сам сейчас сказал. Потому что я ничего не придумал. Да, давай снова оденем. Собственно, вот этот костюмчик. Мне он... Он красиво мне зашел. Где он? Боже мой. А, я его пропустил. Где-то здесь он был. Вот он. Че, че? Как можно его так провафлить было? Прям в тупую. Вот, да. В этом же состоянии пойдем. Мне просто интересно. Он, типа, мимика копирует одежду, в которой я или что. Он, как бы, не должен же, наверное, в таком виде был выпираться ко мне. Он должен был в какой-то, наверное, одежде нормальной, человеческой быть. Сейчас проверим, кстати. Или он реально, ну, в полуодетом состоянии так и должен быть. Сейчас мы его затащим и мы на этом закончим. Так, окей. В бой. Агрессивный мотылечек. Давай попробуем. Агрессивный. Агрессивность твою немного сбавить. Хорошо. А, так ты и так агрессивный. Нифига. А, все хорошо. Я даже в костюме огребаю. Нормально. Так. Хорошо. Все, хорошо. Я огребаю и так. Поменьше, правда, просто. И все. Окей. Нифига ты. Офигеть. Напряженный мотылек, а? Вот это, кстати, стойка крутая у легиона с этим оружием новым. Стойка гениальная просто, мощная. Я, я прям, мне нравится. Оружие реально классное. Мне прям нравится проносить этого типа. Так. Сейчас теневуха. Блин, сейчас теневуху зажгет. Давай. Блин, он зажег ее. Так, окей, я понял. Так. Проноси. А нифига она у него быстро, а нифига она у него быстро пополняется. Смотри. Так, хорошо. Смотри, как у него быстро теневая пополняется. Так должно быть. Товарищ мотыль. Так. Давай. Хорошо. Слушайте, с щитом он танкует просто на ура. Мне прям нравится, как он танчит. Это круто. Я определенно это оружие буду использовать на ивентах. Я хочу даже посмотреть, как это будет работать. По-моему, это будет работать гениально просто. Задумка топовая. Ага, отлично. Мне выпал новый костюмчик. Броня затмения. За Вестников. Прекрасно. Уже костюм собран, получается. И шлем собран для него. Девиз Вестников. Забудь прошлое и узришь будущее. Но ты, Иту, думать ни о чем не можешь. Кроме добрых старых деньков. Но потому что Иту живет, как нормальный человек. Понимаете? Он любит ностальгировать. Он нормальный человек. А ты с этим временем вот этим вот дурак конченый. Это правда. И я заставлю Тень заплатить. Ты должен помочь нам, Мастер Бола. Проводи нас в пустую комнату. И что тебе это даст? Тень и так был силен. А ускоритель сделал его всесильным. Смирись. Ничего изменить нельзя. Да. На этом мы с вами заканчиваем. В следующий раз мы отправимся дальше. И зацепим часть миссии. Чтобы они не двинулись куда-то далеко. А слушай. А если они двинутся уже куда-то далеко? Давайте мы начнем, пожалуй, сразу с миссии. В таком случае. Пожалуй. Вот. И все. Все. С вами был Влад Шима. Всем спасибо за просмотр. И всем пока-пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.